Уже совсем скоро наступит лето, и хотя по погоде этого особо не видно, зато это видно по количеству сообщений в интернете, связанных с тем, как бы быстренько подсушиться. И действительно, количество подкожного жира до определенного момента является показателем уровня вашего физического развития и качества формы. Но здесь есть тонкий момент, что это работает только до определенного момента. Наверняка вы очень сильно удивитесь, узнав, что все те ребята, которых вы видите на обложках фито-журналов каких-нибудь типа Мэнс Хелса, у которых вот рельефные тела, на самом деле они чувствуют себя в этот момент, в момент съемки, далеко не лучшим образом. Именно потому, что им приходится проходить через такое мероприятие, как сушка. Но давайте обо всем по в порядку. Что такое сушка? Сушка — это профессиональный термин, которым пользуются атлеты не ниже любительского уровня, обычно перед соревнованиями, для того, чтобы вывести из своего организма лишний жир и воду. Сушка очень часто используется для того, чтобы спортсмен более тяжелого веса смог войти в свою весовую категорию. Если мы говорим о фитнес-моделях, бодибилдерах или всех тех, для кого важен внешний вид, то они обычно используют сушку либо перед соревнованиями, либо перед съемками, потому что на съемке они должны показать свою максимум, максимум возможности их тела. Нужно понимать, что сушка — это очень серьезное мероприятие, которое сопровождается изматывающими тренировками, строжайшей диетой, строжайшим режимом дня, а также большим количеством различных добавок, витаминов, бадов, иногда даже анаболических стероидов, потому что людям приходится подстраиваться для того, чтобы иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Очень важный момент, который должен сложиться у вас в голове, то, что эта вот форма на сушке, она является соревновательной, она является краткосрочной, она не является пригодной для жизни на постоянной основе. То есть обезвоженный организм, лишенный достаточного количества энергии, потому что вы урезаете углеводы, он просто не сможет нормально функционировать. Именно, кстати, поэтому она называется соревновательной формой. Атлет показывает в течение какого-то короткого промежутка времени и затем возвращается в ту форму, которую обычно имеет. Как я уже сказал, спорт это тяжелая штука, и атлеты готовы пройти через все эти лишения для того, чтобы защитить честь клуба, города, страны. А некоторые другие ради денег, девочек или я не знаю чего еще. И они действительно готовы сушиться. Если же вы обычный человек, который просто хочет прийти в форму, хочет, допустим, даже увидеть заветные кубики, вам не нужна сушка. Вам нужно избавиться от лишнего веса. Так что отложите в сторону все эти глянцевые журналы и статьи в интернете, которые иллюстрируются разными накачанными ребятами, потому что в реальной жизни они выглядят совершенно по-другому. И вместо этого лучше сходите на ближайшую площадку с турниками и посмотрите на ребят, которые занимаются там не первый год. И самое главное, у них нет никакой сложности с поддержанием этой формы. Это стало частью их образа жизни. И они так выглядят каждый день, 24 часа в сутки. Поэтому выходите и начинайте заниматься. Ну а насколько сильно влияет количество мышц относительно жира даже у людей с одинаковым уровнем жира, я хочу показать вам на картинках. Вот сравните вот эти две картинки. У этих людей одинаковый процент жира, но разное количество мышц. И это совершенно полностью меняет восприятие их внешнего вида. И для девушек это работает аналогичным образом. Ну и чтобы подвести итог сегодняшнего видео, я хочу рассказать вам немножко о широких костях, которые тоже так любят обсуждать на просторе интернета. Дело в том, что вес сухой скелета мужчины взрослого составляет порядка 4 килограмм. Женщины порядка 3. Это без учета жидкостного и жирового наполнения костей. Это вот именно сухой вес скелета. Целиком скелета. Он может немного варьироваться от человека к человеку в пределах 1-2 килограмм, но это тоже не очень много, если вы сравните вес скелета с полным весом здорового человека. Всего 4-6 килограмм из этого веса составляет его скелет. Поэтому забудьте вот эту ерунду о широкой кости, тяжелой кости и прочей ерунде. Скелет не оказывает влияния на ваш вес практически никакого. А уж на количество жира в вашем организме он вообще никакого влияния не оказывает. Если вы хотите лучше выглядеть, начните регулярно заниматься на турниках и брусьях, следить за своим питанием, чтобы снизить количество подкожного жира. И все. Тренировки и питание. Но никакой сушки. Не нужно резко, резко пытаться урезать калории, резко изменить свой образ жизни для того, чтобы привести себя в форму. Это не работает в долгосрочной перспективе. Возникают так называемые качели. Если вы что-то делаете слишком резко для своего организма, это становится для него стрессом. Если стресс чрезмерный, то неизбежен откат, вы опять вернетесь на прежний уровень, а потом еще гиперкомпенсация и вернетесь на уровень выше. Просто потому, что организм не любит, когда вы его стрессуете. Он очень не любит. Очень. Небольшие изменения изо дня в день, изо дня в день, это окей. Потому что организм успевает к ним адаптироваться, и каждое последующее изменение уже не становится для него стрессовым. Потому что это изменение не к первоначальной точке, а к предыдущей точке, на которой организм уже закрепился и к которой он привык. Поэтому только постепенные изменения, и все будет в порядке. На этом все на сегодня. Увидимся в следующих видео. С вами был Антон Кучумов, канал Workout, фитнес городских улиц. Пока. Делает качки по Билану.